Друзья, приветствую! 15 января Следственный комитет России отмечал очередную дату со дня своего образования. Ни одно громкое дело и громкое преступление не обходится без участия в расследовании сотрудников Следственного комитета. И сегодня у нас в гостях старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Викторовна Римская. Здравствуйте, Аврора Викторовна! Здравствуйте, Глубкина! Очень рада вас приветствовать сегодня здесь в Артеме, потому что многие наши телезрители знают вас по самым громким нашу вершин делам, по тем комментариям, которые вы давали по федеральным каналам. И тем не менее, хочется все-таки начать нашу беседу с тех основных задач, которые выполняет Следственный комитет и те дела, которые расследуют сотрудники Следственного комитета нашей доблестной страны и Приморский край, соответственно. Да, еще раз здравствуйте, дорогие друзья! Конечно, бы хотелось рассказать немножко о нашем ведомстве. Следственный комитет возник не 15 января 2011 года, хотя мы и празднуем эту годовщину, поскольку стали непосредственно самостоятельным ведомством, а начал он свою историю 7 сентября 2007 года. Тогда Следственный комитет был отделен от органов прокуратуры, и следователи начали практически с нуля. Основными задачами Следственного комитета является оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью. Мы знаем, что Уголовно-процессуальный кодекс предполагает подследственность определенную, то есть ни одно ведомство, а Следственный комитет расследует уголовные дела. Есть различные структуры, в том числе и органы МВД, ФСБ. И только 10% примерно из Уголовного кодекса статей занимается расследованием именно Следственный комитет. Это наиболее тяжкие, сложные и опасные преступления, такие как убийства, тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть потерпевшего. Это преступления против половой неприкосновенности граждан, а также преступления с коррупционной составляющей, то есть должностные составы. Кроме того, мы занимаемся расследованием преступлений, которые совершают несовершеннолетние или преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. Нельзя забывать, что на нашем поле также находятся те преступления, которые совершаются спецсубъектами. То есть это люди со специальным правовым статусом, который определен Уголовным кодексом. Это адвокаты, следователи, прокуроры, судьи и другие. То есть, допустим, если, чтобы было понятно, статья мошенничества, 159-я статья находится под следственностью МВД, но если это преступление, мошенничество совершил человек, обладающий специальным правовым статусом, например, адвокат, то это преступление будет расследовано непосредственно следователями следственного комитета. В Приморском крае свой орган – это Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю. В управлении имеет 24 следственных отделов по территории. То есть, если брать Артемовский городской округ, это следственный отдел по Артемовскому городскому округу. В этом отделе служат примерно 6 человек, возглавляет его руководитель подразделения. Ну и, собственно говоря, выполняют все те задачи, которые возложены законом на следователей, они выполняют на территории Артемовского округа. Друзья, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вопросы, касающиеся работы Следственного комитета, вы можете задавать по телефону 476-52. Аврора Викторовна, мне всегда было интересно, почему девушек так привлекает работа следователей Следственного комитета, и достаточно часто мы встречаем именно красивых девушек, которые приходят на работу в Следственный комитет, невзирая на то, что, как вы перечислили, что это достаточно тяжелые виды преступлений, приходится работать чаще всего с убийцами, насильниками. Тем не менее, чем-то привлекает. Есть замечательные сериалы, которые показывают на протяжении не одного десятка лет. Это Каменская, это Тайны следствия. Может быть, это влияние как раз нашей киноотрасли? Я думаю, что киноотрасль в этом не виновата. Я думаю, что это по другим причинам. Это личные качества каждого человека. Потребность быть нужной, потребность помогать людям, быть востребованной. И также это врожденное чувство справедливости. Надо сказать, что у нас 129 следователей в управлении, ну и в территориальных подразделениях. Из этого числа только 25 следователей женщин. Поэтому большинство — это мужчины. Но нельзя говорить, что это мужская работа. Она, конечно, сложна и физически, и психоэмоционально. Но есть и другие профессии, которые также нельзя назвать легкими. Например, доктора, врачи, которые тоже также сталкиваются с горем людей. Но отличие нашей профессии в том, что это большая ответственность. И общение с людьми, которые должны неоднократно, может быть, проговорить все те негативные переживания, которые пришлось пережить им. И это, конечно, большой труд. Нельзя говорить и не забывать еще о том, что это много бумажной работы. У следователя. Определенные качества у человека, который работает в лекции, должны быть. Это, во-первых, моральная устойчивость, честность. Гражданское мужество, безусловно. В том числе умение принимать самостоятельные решения. Обозначать из общего главное. И это все нужно делать при высоких физических нагрузках. То есть достаточно тяжело. И не каждый человек справляется. Могу сказать, что женщины, бывает, справляются даже лучше, чем мужчины. В силу определенных природных качеств. У нас телефонный звонок. Мы можем, кстати, послушать. Задавайте свой вопрос. Вы в эфире. Все. Нет телефонного звонка. И у меня назрел тем самым вопрос. Из года в год юридические факультеты наших университетов просто не хватает мест для студентов, потому что рвутся все получить юридическое образование. Это навевает на мысль. Неужели сегодня студенты, которые заканчивают институты, с удовольствием идут в правоохранительные органы, структурные подразделения, не только работа адвоката. Вот вы, в свою очередь, проводите анализ, мониторинг тех ребят, которые пришли в юриспруденцию и хотят потом связать свою жизнь непосредственно со Следственным комитетом? В силу своей должности, по долгу службы, я периодически провожу лекции со студентами ИДВФУ и в других университетах, высших учебных заведениях. Мы всегда приглашаем студентов попробовать свои силы вследствие на базе общественных помощников. То есть безвозмездно человек приходит к нам в отделы управления и помогает следователям, пытается вникнуть в профессию и понять, нужно ли ему это в жизни, пригодится ему, захочет ли он встать в наши вреды. И далеко не всегда люди остаются, но если человек, который попробовал себя и в течение, допустим, года или двух проходит у нас как общественный помощник, он остается и служит достаточно долго. Вот вы говорили о личных качествах, а мне интересно, талант присущ людям, которые работают в Следственном комитете? Я имею в виду талант, расследование, чутье, интуиция. То есть все-таки это развивается со временем, с опытом? Это развивается. Никто не приходит с семью пядями во лбу. То есть человек получает высшее образование, высшее юридическое образование, это очень важно. Но он получает только базовые знания, весь опыт он приобретает только на земле, только соприкасаясь с конкретными делами. И раз за разом с делом, если он расследует больше дел, тем больше опыт он получит, потому что нет одинаковых дел, несмотря на то, что, допустим, даже те же убийства, это, как правило, очень часто бытовые и на фоне распития спиртных напитков. Но, тем не менее, это опыт, и вот опыт приобретается со временем. Бояться этого не нужно, нужно просто пробовать. Друзья, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, телефон 47652. У нас в гостях помощник, старший помощник, руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, Аврора Римская. Аврора Викторовна. Теперь, наверное, о самом главном, это о качестве раскрытия преступлений и о количестве. Насколько сегодня высок коэффициент раскрываемости преступлений и, как говорится, от закона никто не уйдет? Можно ли так сказать? В наше время раскрываемость, конечно, на высоком уровне. Это во многом благодаря не только человеческим качествам, профессиональным качествам оперативных сотрудников, допустим, МВД, ФСБ и Следственного комитета. Потому что все выполняют разные функции, но идут в одну его упряжке по борьбе с преступностью. Но и благодаря высоким технологиям, криминалистической технике. Сейчас преступность достаточно на высоком уровне обладает, оснащена особыми техническими возможностями. Но мы должны идти на шаг впереди. И все эти возможности преодолеть сопротивление у нас есть. Сейчас большой арсенал комитетической техники, благодаря которому мы можем получать информацию из тех предметов, которые попадают к нам при расследовании уголовных дел. Таких предметов, как ноутбуки, телефоны, смартфоны и прочая вычислительная техника. Мы можем получать информацию, и впоследствии эта информация является доказательством по уголовному делу. Но есть и другие приборы, которые также позволяют нам выходить на след предступника. Это, допустим, специальный свет, при котором мы можем видеть на месте происшествия биологические вещества, следы запаховых следов, волокна различные. Есть база ДНК. В Следственном комитете уже создана своя лаборатория. В СССР существует уже порядка 16 тысяч биологических образцов, которые при возникновении какого-то преступления мы можем сравнить с образцом, который был найден на месте преступления, и без труда вычислить человека, который побывал там. Поэтому возможности большие, это позволяет нам раскрывать не только те преступления, которые совершаются сейчас, но и преступления, которые были совершены 15 лет назад, чуть меньше, чуть больше. Несмотря на давность событий, нам удается раскрыть так называемые темные дела. То есть дактилоскопию можно умножить в 100 крат сегодня по тем технологиям? Да. Дактилоскопия – это, можно сказать, классика криминалистики, но это уже немножко вчерашний день. Сейчас у нас на вооружении гораздо серьезные технологии. И все-таки есть статистика раскрываемости уголовных преступлений именно Следственным комитетом и какова она, если можно? Я повторюсь, что Следственный комитет не занимается раскрытием преступлений. Следственный комитет занимается расследованием уголовных дел. Раскрывают преступления при нашем взаимодействии – это оперативные органы, то есть оперативники органов МВД и ФСБ. Поэтому говорить о раскрываемости немножко с моей стороны будет неверно. То есть тогда расскажите о той взаимосвязи и взаимодействии как раз непосредственно с МВД, с органами МВД. То есть каким образом тогда дело доходит до суда и преступник получает законное наказание? Изначально информация о совершении преступления поступает в органы МВД. Это дежурная служба. Дежурный же, в свою очередь, определяет, кто должен прибыть на место происшествия. Если это преступление, связанное с лишением жизни человека, то, безусловно, на место происшествия уезжает следователь Следственного комитета. Так же, как если это коррупционный состав. Задача оперативников – найти лиц возможных, причастных. А задача следователя – понять, являются ли показания этих лиц доказательствами по уголовному делу. Проанализировать все добытые материалы. Приобщить их к делу, провести осмотр места происшествия, назначить соответствующие экспертизы. И когда вся доказательственная база будет собрана, следователь дает анализ этим доказательствам и уже принимает конкретные решения. Составляет обвинительное заключение. Все то, что он добывает в процессе расследования, должно найти свое отражение в процессуальных документах. Это большой труд. Уже на словах понимаешь, что это… Это многотомные дела. Бывают, начиная с 10 и выше уголовных дел, чем сложнее преступление, чем больше фигурантов, естественно, тем больше томов. Это бумажная работа. И вот как раз этой бумажной работой и занимается следователь. И после того, как обвинительное заключение составлено, прокурор соглашается с доводами следствия и уже утверждает обвинительное заключение. И после этого уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направляется в суд. А в суде все то, что происходило на стадии расследования, оно изучается и происходит непосредственно в зале судебного разбирательства. Вот тогда хочется спросить, наверное, о тех самых громких преступлениях, которые вот запомнились, о которых хотелось бы рассказать. Что, может быть, какие-то сложности были при поимке преступников, но тем не менее, Следственный комитет… Потому что все наши телезрители наверняка помнят те громкие уголовные дела, о которых гремели не только средства массовой информации нашего региона. Они, наверное, выходили из-за пределы нашей страны. То есть те преступления, которые совершены были непосредственно в Приморском крае. Конечно, таких уголовных дел очень много и все их не озвучит наш короткий эфир. Но, тем не менее, можно вспомнить то уголовное дело, которое касается города Артема с 1998 по 2007 год на территории города Артема, находки Уссурийска, Шкотовского района и Владивостока. Это орудовала банда из 13 человек, которая была только в 2010 году разоблащита, выведена на чистую воду. Это речь идет о банде так называемых «рыжихов». На их счету много убийств, связанные с решением вопроса, кто будет возглавлять ту или иную группировку, разборки внутри банды. Это и заказные убийства, и другие преступления, в том числе связанные с нападением на сотрудников правоохранительных органов. И только в 2014 году был вынесен приговор в отношении всех членов банды, их было 11, и два человека, это как раз вот братья, которые возглавляли, один из которых возглавлял эту банду, он понес также наказание. Все достаточно долго уже находятся в местах лишения свободы. Это 21 год, 14 лет лишения свободы. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, у нас телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, говорите. Алло, добрый день. Добрый день. Аврора Викторовна, у меня вопрос такой к вам. Скажите, пожалуйста, вот буквально вчера-сегодня мы в социальных сетях прочитали информацию о том, что ученики 6-й школы города Артема совершили тяжкое преступление. Подскажите, пожалуйста, насколько эта информация верная и доверять ли жителям в соцсетях? Есть ли официальная информация по этому поводу? Спасибо. Вопрос интересный. То есть, сегодня очень распространено явление как социальные сети, вот эти всевозможные группы в Инстаграм, ВКонтакте, во всех других видах социальных сетей. И очень часто появляется информация о тех или иных тяжких преступлениях. Поэтому, соответственно, вопрос, какой информации следует верить, наверняка, той, которую подтверждает Следственный комитет. Безусловно, это так. В любом случае, когда в средствах массовой информации имеются сведения о том, что совершено какое-то преступление, возможно, это и не будет преступление, но изначально какой-то противоправный поступок. Например, драка между учениками школы. Особенно, если это подкрепляется видеокадрами, то незамедлительно Следственный комитет организует доследственную проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. То, что касается конкретного вопроса, не готова ответить, поскольку мне неизвестно, что подразумевается под совершением тяжкого преступления, что было в социальных сетях растиражировано. Поэтому ответить я не смогу. Ну, раз вы не знаете, значит, соответственно, подтвердить невозможно. Ну, кстати, я так понимаю, что одна из ветвей вашей ответственности, доля ответственности, это тесное взаимодействие со средствами массовой информации. И связано это, в первую очередь, наверное, с тем, чтобы журналисты не переврали то или иное совершенное преступление. И было каждое расследование, каждое дело было подтверждено словами непосредственно людей, которые могут про это что-то рассказать и сказать. Это так. В том числе и наша задача осуществлять мониторинг средств массовой информации, различных порталов на предмет выявления фактов, которые требуют нашего вмешательства и проведения доследственных проверок. Например, в прошлом году по восьми фактам у нас в следственном управлении были организованы проверки, в последующем возбуждены уголовные дела. И даже по одному уголовному делу был вынесен обвинительный приговор. Это как раз нападение на журналиста телеканала ГТРК. Когда он снимал репортаж, на него было совершено нападение водителем автобуса. Как раз в ходе мониторинга СМИ был выявлен этот факт, и Следственный комитет незамедлительно, пока еще, как говорится, свяжет предание, подключился, собрал доказательственную базу, и человек был привлечен к уголовной ответственности. Аврора Викторовна, достаточно распространенное явление, вы сами меня навели на этот вопрос, когда при исполнении служебной деятельности журналист подвергается нападению. Я знаю, что не так давно было ужесточено наказание, что журналистов приравняли чуть ли не к сотрудникам правоохранительных органов, которые находятся на своем боевом посту, на боевом задании. Так вот, за последнее время часто такие случаи бывают, когда журналисты обращаются за помощью именно в расследовании того или иного нападения на себя? Или это все-таки такие единичные случаи? Скажу, что я работаю в этой должности по взаимодействию со СМИ в течение уже 10 лет, даже больше. И только в прошлом году, в позапрошлом году у нас было два случая. Это вот единственный случай, первый случай нападения на сотрудника московской, московской редакции. Это был Павел Брыкин с компанией «Вести дежурное счастье». Да, кстати, по этому делу тоже был вынесен обвинительный приговор. Это был, кстати, первый в истории такой нашумевший прецедент, когда напали на журналистов. Да, и второй случай, который не заставил себя ждать, это зимой 2017 года нападение на журналиста ГТРК. Это тоже обвинительный приговор. У нас остается 5 минут буквально, и хочется еще один вопрос вам задать. Это касаемо громких расследований, которые касались непосредственно чиновников по делу о коррупции. Таких дел в прошлом году комментировали вы очень много, и средства массовой информации у нас просто порхали во всех направлениях, во всех департаментах. Вот о чем это говорит? О том, что борьба с коррупцией не прекращается, и неважно кто стоит за этим, большой чиновник, либо рядовой человек. Это верно вы заметили, что действительно, невзирая на чины и должности, и место работы, как говорится, если человек совершил противоправный проступок, и тем более преступление, он будет привлечен к уголовной ответственности. Не готова сказать по статистике за минувший год, поскольку сейчас отчетный период, и мы только собираем свои силы в этом направлении. А вот за 9 месяцев в следственном управлении возбуждено 170 уголовных дел. Причем разные категории. 76 из этих уголовных дел направлено в суд. Надо отметить, что, допустим, по статье «Получение и дача взятки» примерно равное количество лиц привлечено к уголовной ответственности. Это 37 и 36. То есть люди и дают взятки, это обычные граждане, не имеющие какой-то статус. Люди получают взятки, а человек, может, привлечен к ответственности по этой статье, только имея статус должностного лица. То есть пользоваться должностными полномочиями. Да, полномочиями, верно. Злоупотребление должностными полномочиями. 12 человек привлечено к уголовной ответственности. Если говорить о месте работе этих субъектов, то также и в МВД, это 11 человек, допустим, в Минюсте 17. Опять же, у нас адвокаты попадают за совершение преступлений. Часто это мошенничество. Ну и обычные граждане, я уже повторюсь так же. Ну, кстати, вот в прошлом году, если говорить про Артем, был вынесен обвинительный приговор. Прямо в конце года в отношении бывшего сотрудника администрации, которая превысила должностные полномочия и вела режим чрезвычайного положения на территории Артемовского городского округа. Это как раз после тех проливных дождей. И сейчас вот уже вынесен приговор. Ей назначен судебный штраф в размере 100 тысяч рублей. Рожа Викторовна, все-таки мы встречаемся и приурочили нашу встречу к дате такой замечательной. И вы можете, у вас есть буквально минутка, чтобы обратиться к своим коллегам и пожелать им что-то в честь праздника. Своим коллегам я, конечно же, пожелаю сил и терпения, большого личного счастья, поскольку хорошо выполняет свою работу тот, кто имеет хороший тыл, семью, детей, какие-то увлечения. Поэтому добра, тепла, любви, всего самого лучшего с праздником. Ну и конечно, хочется пожелать всем нашим жителям, наверное, с уважением относиться к закону Российской Федерации, не нарушать его и смотреть на вас, любоваться только по телевизору. Соглашусь. И желательно, чтобы действительно тот процент совершенных преступлений становился как можно меньше, потому что благодаря вашей работе мы можем чувствовать спокойствие, спокойно спать по ночам, зная, что на страже нашего правопорядка стоят такие замечательные люди, как вы. Дорогие друзья, у нас была в гостях старший помощник, руководитель следственного управления, следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Викторовна Римская. Аврора Викторовна, спасибо вам огромное, что нашли время, приехали к нам в Артем и уделили внимание и нам, и нашим уважаемым телезрителям. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...